всем здравствуйте меня зовут анастасия вы на канале мир сквозь пальцы 10 апреля почему-то чуть не сказала февраля 10 апреля 2023 года и это такой мой еженедельный отчет в моем вышивальном таком видеодневнике за прошедшую неделю давайте расскажу что я вышивала на прошедшей неделе это у меня ричин skyward от модерн фолком бродери ну когда-нибудь я научусь говорить без запинки это моя мой процесс по 100 крестиков каждый каждый день я вышиваю по 100 крестиков на нем сейчас у меня буду чередоваться то есть на этой неделе я вышивала ну вообще я его нашел называют деревом жизни этот процесс поэтому везде я далее буду упоминать его как дерево жизни в общем вышивая по 100 крестиков на это на этой неделе у меня был этот процесс дерево жизни на следующей неделе у меня будет пандемик от long dog то есть вот я буду чередовать одну неделю это вышиваю одну неделю пандемию там тоже у меня вышивается по 100 крестиков 18 канва и там и там и здесь 18 канва здесь крестик две нити вышивался у меня дальше я вышивала своего кота бегемота это химера 18к 18 каунт нитки с хс крестик две нити в общем знаете мне нравится эта история такая как я вышиваю сейчас и я все больше чем вышиваю и больше думаю о том что я наверное хочу продолжать вот эту всю свою историю такую и вот эта история по 100 крестиков день мне нравится даже когда я вышивала и думала не организовать ли мне какой-нибудь с петом например еще соточку потому что может быть кто-то еще захочет вышивать по такой же системе по 100 крестиков в день их может быть нам было бы веселей но я честно сказать не уверена в своих силах потянули я какой-то сп поэтому я эту мысль подумала отпустила ее и решила пока больше эту мысль не думать ну ладно пусть пусть она там где-нибудь у меня в мыслях где-нибудь поваляется и бегемот и в общем я изначально его вышивала по 1200 крестиков неделю потом я рассчитала что чтобы мне его закончить уже в этом году до нового года до 2024 надо вышивать по 2400 крестиков еженедельно как минимум и я так примерно сейчас и вышиваю и вот я так вышиваю его и думаю что когда закончится этот процесс у меня этот бегемот на следующую год я обязательно возьму какой-то другой я уже обдумывая и прикидывая какой уже примерно я так себе в мыслях накидала что примерно я знаешь какой я хочу взять скорее всего это будет тысячник который мне есть потому что на следующий год мне будет 45 лет и если я возьму тысячник надо его так рассчитать чтобы мне хотя бы к 50 годам к юбилею закончить закончить этот тысячник вот такие у меня мысли возникли в голове этот кашель он бесконечный в общем вот такие мысли у меня возникли в голове но пока еще дойдет дело до нового года я может еще сто раз передумаю все будет по-другому еще кто знает как все будет но пока что мне вот эта вот тема нравится что у меня есть два постоянных процесса хотя пусть эти и чередуются между собой но у меня есть такие вот постоянные процессы которые идут и уже все остальные это такие рандомном порядке они выпадают так для разнообразия можно сказать чтобы не заскучать дальше у меня пошел был новый старт вот такой внезапный вообще абсолютно внезапный и дальше мы посмотрим что произошло почему он у меня появился и как как вообще все это произошло но те кто со мной на дженни те уже все видели и знают а те кому эта площадка недоступна или кто не любит джен ну тем я вот пока те увидят сейчас посмотрят что произошло откуда взялся у меня этот новый процесс далее я вышивала по игре 52 карты у меня выпал павлина джой сандой там нужно было выше 1400 крестиков вот его я вышила тоже вышивала это все все по набору как тоже китайском наборе идет 14 канва нет ксхс все все как в наборе я ничего нигде не меняю и также у меня овен стеклянная фантазия но его и вышивала уже на сдачу там немножко мне оставалось полдня времени воскресенье как раз вчера вербное воскресенье было уже ничего не делали вечером и осела его поковыряла немножко стеклянную фантазию просто ну его надо уже заканчивать потому что сколько его можно тянуть там чуть-чуть осталось уже его надо бы и закончить так что вот вот такой была моя неделя ну и еще один у меня состоялся финиш такой внезапно не запланированный не запланированный старт у меня произошел не запланированный финиш и еще на следующей неделе у меня будет опять скорее всего старт теперь уже которая началась недели на этой так что у меня как-то неожиданно получается апрель месяц стартов у меня был вот старт моден этот русский его и русская печь называют и дерево жизни называют дерево жизни в общем у меня старт вот реолис у меня старт состоялся и еще будет старт авторской схемы так что у меня какой-то прям апрель месяц стартов получается хотя я вообще так и не собиралась не планировала и вообще я как бы один приверженец этой идеи как бы не собиралась уже не хотела но вот оно так случилось и я могу сказать что я этому даже очень рада так что все хватит уже болтовни давайте посмотрим что что и как происходило меня на этой неделе все я заторопилась заторопила и в конце я покажу там еще один свой финиш так поехали смотрите что хочу показать пришла мне вот такая посылка с поздрав с пожеланием здесь было пусть сбываются мечты эта посылка мне пришла от оли канал олала рукоделие олечка спасибо огромное это было очень неожиданно очень приятно это было прям но тут двоякие чувства были мне было конечно и очень и неловко в то же время и очень приятно этот было так круто так здорово вообще я так рада что я получила эту посылку и тут могла бы конечно прыгать до потолка но я себя сдержал муж у меня тут приболел лежал дома поэтому ну я постеснялась при нем прыгать он бы сказал бы что ты чё мать совсем уже в общем вот такая красота а то оля заказала ладно не буду пока говорю не буду трогать заказала мне вы не поверите нарезку дмс на моего царя сейчас увидите на экране схему схема от ины байденко царь называется по-моему здесь даже подписано подписано до комплект мулине к схеме ины байденко царь видите прадуги вышить вышивки оля заказала ой как круто конечно нарезка дмс я просто в восторге конечно я не ожидала такого подарка чудесного вот так ниточки выглядят так я просто учусь снимать теперь со штативом и вот такая красота давайте разверну посмотрим все как здесь все устроено я еще сама ничего не разворачивала хотела снять все по полностью упаковку распаковку вместе с посылкой но там посылка этот пакет посылочный он такой был грязный просто невозможно и я его сразу же возле печки открыла и я даже его даже в дом не стала заносить чтобы здесь ничего ну как бы неприятно когда но такое все грязное поэтому я все открыла вытащила и уже вот чистенькая мы с вами посмотрим так что давайте сейчас открою без звука чтоб не шуршать вам так вот так это выглядит здесь у нас это то что дополнительные мотки то что видать пол ну как больше надо было да по количеству мотков здесь они еще вот так дополнительно вложены ну круто так как она это все конечно насколько дмс отличаются от с х с я привыкла с крестками вышивать эти прям похоже гамму мне напоминают ниточки смотрите какие яркие цветные не такие насыщенные цвета как с с х с могу сказать что в дмс конечно более сдержанные цвета чем у с х с а к с х с конечно они такие вырвиглазные здесь на не навешаны по порядку так как от не узнать где здесь какой номер чему соответствует номер вот органайзер видите по порядку навешаны кстати органайзера очень хорошие такие плотная картоночка такая хорошая крепкая я понимаю что она выдержит нарезка длинная ловит для меня длинная но как большинство конечно любят такие длинные и вот так это выглядит здесь у нас даны номера по порядку на органайзере и вот здесь открываем и здесь вот они показаны все где какому номеру какой цвет соответствует все понятно все ясно так с этим разобрались с этим все понятно и еще было у меня большой огромный сюрприз оля сказала тебе выслал нарезку на царя но когда я увидела вот это я просто дар речи потеряла я знаете как вот дети маленькие когда они получают там туфельки например купили новые и девочка или платье принцессы и спать ложится в этих туфлях и в этом платье принцессы вот у меня было такое желание вместе с этим набором спать лечь мы одна из моих вышивальных мечт это просто просто с ума сойти супер вообще класс я прям в таком восторге вообще говорю я тут мне хотелось прыгать до потолка и спать в обнимку с этим с этими наборами с этими нитками с вот этим набором какая красота да у меня была одна из моих таких у плановых мечт или мечта такая план приобрести в этом году вот этот набор розы ренуара и они вот таким неожиданным образом пришли ко мне в руки ну оля спасибо конечно вообще прям просто супер я буду вышивать буду радоваться хочу хотела прям все это начать на сегодня на этой неделе и царя и розы я не хочу чтобы это у меня лежало откладывать в долгий ящик чтобы она у меня лежала и вылежалась как многие говорят нет не хочу я хочу все это начать сразу пусть это будет в начатом состоянии лежит но это я хочу к этому прикоснуться к этому как сказать ну вот я говорю к я радуюсь как ребенок прочувствовать эти эмоции я ни разу в виде не вышивала шерстью вы давайте открою посмотрю я вообще ничего не открывала и говорю давайте все открою посмотрю как и что потому что все равно я хочу это все начинать надо хотя бы обметать канву сначала а как она открывается прям прям все вот так это воли улица да это прям вот так серьезно у него придется мне какую-то слушайте ну мне придется рвать просто-напросто я первый раз имею дело с риолисом я никогда в жизни не вышивала шерстью никогда в жизни не вышивала нитками анкор это все будет у меня первый раз да ты что глянь как вот это упаковали так упаковали давайте посмотрим как это все выглядит вернее наверное уже многие вышли посмотрели и у себя дома повесили а я еще только впервые в жизни даже вижу перед собой вообще риолис просто в принципе вот эти знаменитые плашечки как понять где из них кто как понять где здесь мулине а где здесь шерсть а ну вот наверное вот это шерсть получается да пушистенькая такое да вот отличается вот это мулине значит а вот это уже шерсть пошла ты класс блин вообще так здорово иголочка здесь у нас вот надеюсь видно канва канва заявлена цвайга здесь оранжевая полосочка у нас и вот такая она большая огромная канва большой отрез а тут еще нитки есть ну я думала вот это вот и все ого сколько тут не так так и здесь так еще утро у меня поэтому голос еще не расходился поэтому я буду вот так то каждый то хрипеть и тут еще вот так слушайте но я буду учиться вышивать шерстью я не умею ей вышивать и это первый раз все у меня будет моей жизни плашки пронумерованы 6 получается плашечек да у нас все я знаете вот смотрю на девчат они вышивают вот такими вы на эти плашечки кто-то ругается кто-то кто-то хвалит кому-то нравится кому-то не нравится а я и думаю блин ну хоть бы мне купить бы и попробовать как это вообще их в руках даже просто подержать слушайте стоило начать на вышивать только ради этих эмоций я просто радуюсь как ребенок я ничему в жизни так не радуюсь как вот вышивки вот таким вот вышивальными мелочам как открыть набор получить я первый раз жизни его держу в руках вот такой риолис первый раз жизни буду вышивать у меня знаете я же все никак не могу снять видео со всеми моими схемами который у меня есть в саге и приезжала дочка мы с ней вроде как сняли это видео все но теперь мы его не можем перебросить на мой телефон не получается короче она поехала в город говорит я через вай-фай скину на диск и ты с диска уже себе скачаешь в общем никак мы не можем это сделать я там показывала что у меня в саге есть я нашла в интернете перенабор на вот эти розы ренуара на самом деле вот у меня охота вышивать по схеме хотя вот я сейчас смотрю что схема наверное мелковатая хотя в принципе не такая уж она мелкая вполне себе привычная я так понимаю что я прям это наверное знаете как да многие сейчас девочки вышивают по электронной схеме да я и сама в принципе вышиваю по электронной схеме но вот для меня вышивать набор это вот нужно по бумажной схеме я не знаю вот это я не могу это объяснить но вот у меня как в моей в моем со в вышивальном сознании отложено что набор нужно вышивать по бумажной схеме как вот схема вложена в набор так и нужно вышивать как бы мне хочется прожить прочувствовать вот эти все эмоции не облегчено фальшиво как будто бы электронная схема, как будто о, я сейчас облегчу себе жизнь, ну, на самом деле это так, да, я согласна. Ну, вот мне нужно это все прочувствовать, это надо, вот, прожить эту эмоцию, вот мне именно, вот именно, чтобы, ну, я говорю, да, мне нужно прожить эту эмоцию, вышивать по бумажной схеме, чтобы полностью ощутить все вот это вот, не знаю, скажете, какая-то дурочка, да, какую-то ерунду умели, все нормальные люди вышивают по электронным схемам, по приложению и не парятся, а она со своими какими-то тараканами, ну, вот такие у меня тараканы, такие у меня вышивальные тараканы, и я рада, что я вышиваю, что я, у меня есть такое хобби, которое дает мне такие просто положительные эмоции, такой заряд, вообще, ну, круто, каждый раз, начиная даже какую-то новую схему, заканчивая какую-то картину, да, заканчивая вышивку какую-то, начинаешь новый процесс, и каждый раз такой заряд каких-то эмоций, такой радости какой-то. Ну, не знаю. Я говорю, такие эмоции только в детстве, наверное, испытываешь, когда там что-то такое у тебя случалось. То, что вызывало такую бурю эмоций. Когда, конечно, ты уже взрослый, все это притупляется, уже никаких эмоций ты не испытываешь в основном. И вот. А сейчас еще в наше такое время вообще, ну, круто, здорово. Ну, что, вот такая у меня теперь появилась красота. Даже убирать я никуда не буду. Обметаю конву. Сейчас достану конву для моего царя. Тоже обметаю все это дело. Так, ключ далеко не буду убирать, потому что, ну, тут, в принципе, можно было бы подписать. Интересно, а с этой стороны можно подписать? Ну, я думаю, да, можно попробовать с изнаночной стороны подписать. Ну, видите, я привыкла ориентироваться по номерам ниток. И, может быть, с этой стороны можно написать номера ниток. А, может быть, так буду по ключу. Просто вот так цифровым методом вышивать. Не буду ключ далеко убирать. Вот такой. Ну, что, вот такая красота у меня теперь есть. Еще раз, Оля, спасибо огромное. Канал Ола-Ла-Рукоделие. Просто неожиданно, просто, просто очень фантастически приятно. Просто. И у меня даже слов нет. Я просто какой-то... Я сначала, когда она мне написала, я была в растерянности. И не меньше растерянности я была, когда это все получила. Ну, круто. Ну, все. Спасибо большое, Оля. Буду вышивать. Теперь у меня появится еще два прекрасных процесса в моей вышивальной ротации. Эх, еще бы время появилось, бы побольше. Было бы вообще круто. Мой еженедельный процесс, который я вышиваю каждую неделю по 2400 крестиков. Кот-бегемот от Химеры. Это 18-й каунт нитки СХС монохром. Крестик, две нитки вышиваю. Так, ну что, мне здесь особо рассказывать нечего. Вышиваю я здесь кота. В основном все будет черным цветом. И предстоит мне вышить не меньше 2400 крестиков. Так что, приступаю вышивать. В общем, вышила я вот этот участок. Здесь у меня сейчас вышито 2575 крестиков. Можно было, конечно, вот это вот еще вчера вечером дошить, но я уже и так вышивала из последних сил. В общем, выделила я, когда себе участок, вот этот 9 на 3. Вот такой столбик. То есть, 2700 крестиков. Ой, я замучилась его вышивать. Ну, все бы ничего. Я бы вышивала бы без проблем. Но дело в том, что у меня же пришли новые. На старте стоят новые процессы. У меня все мысли только о них. Я только о них и думала. Я вот это вышивала. А сама думала, я не успеваю. Я хочу начать те. А уже неделя кончается. И что мне делать. И я сейчас, как обезьянка, разорвусь. А у меня еще не вышитое мое обязательство по Игре 52 карты. Там надо 1400 крестиков вышить на на павлине моем китайском. Это тоже большая норма. Я ничего не успеваю. Шеф все пропало. И все вот такое. В общем, я кое-как вот это вышила, бросила. Думала, ладно. Я же вообще хотела по 2400 вышивать каждую неделю. Тут уже 2400 вышито точно. Но думаю, ладно, хватит уже. Остановлюсь на этом. Попробую вышивать сейчас павлина. С другой стороны, меня мысли не отпускают эти розы Ренуара и этот царь. В общем, меня разрывает. Тут вообще на все части. Казалось бы, да? Хочешь ты вышивать эти розы Ренуары? Брось все. Начни их повышивай. Отведи душу, да? Нет, у меня все горит. Я их хочу вышивать, но у меня есть вот обязательства. Мне надо вот это вышить. Раз я сказала, надо вышить. Кому сказала? Кому ты должна? Кто тебе двойку, что ли, кто-то поставит за это или что? В чем проблема? Что я такая какая-то бестолковая? Я не знаю. Какая-то... Ой, у меня аж саму... Аж меня саму это все раздражает. Почему так? Почему я такая? Почему у меня вот все так? В общем... В общем, вот так вот у меня все получается. Хочу, вышивая вот это, плюсь, ем этот кактус, но сама думая о розах Ренуара и о царе, что я хочу их начать, что я хочу попробовать эти нитки, новые для себя, хочу начать новые процессы, и вот все такое. Вот, даже я их выделила. Ну, я вот, ну, пасму вытаскиваю, бросаю ее здесь, и просто, что заканчивается, сразу одеваю, заканчивается, одеваю, вот они у меня. Ну, просто я черным сейчас забивала здесь, и оно так и лежит у меня осталось. Я хотела показать, что когда начала вышивать вот такими большими участками, как у меня сразу пошли нитки. Я буквально только успеваю их нарезать, только успеваю доставать и нарезать эти мотки. Вот, опять приготовила, там у меня покончались, надо опять нарезать, навешать. Ну, что, в общем, вот так с котом я расквиталась на этой неделе. На следующий дошью вот здесь. Выделю тогда себе уже норму, тут, не знаю, надо поменьше что-то брать, а то я вот такой участок, ну, возьми участок поменьше, да, вот здесь можно было закончить. Взять его, нет, вот так вот можно было закончить. 8 на 3, 24, как раз 2,400. Ой. Ну, нет же, мне хочется, чтобы было ровно, и все равно мне хотелось вот здесь ровно дошить, но это уже вчера было поздно вечером, уже я все бросила. Ну, короче, вот такая вот. Вот такая вот история. Кстати, видели, у Химеры вышел предзаказ, черная жемчужина. Ну, я не знаю, как будет у Химеры называться, но вот это моя черная жемчужина. Химера берет ее в разработку и уже объявили предзаказ. Так что, мне было бы очень интересно, если кто-то бы купил эту схему, если бы кто-то ее приобрел, собрал и начал бы вышивать, было бы мне и очень интересно посмотреть, как это будет получаться у Химеры. В общем, имейте в виду, если кто-то где-то у кого-то увидит, даже, может быть, видео не среди моих зрителей, может быть, у кого-то на канале каком-то будет, который я не видела или не смотрела, кто-то начнет такой процесс от Химеры или где-то, а еще в совместном отшиве, когда она выйдет, надо посмотреть, может быть, кто-то начнет тоже. Я очень бы хотела посмотреть, как будет получаться у Химеры. Все это дело, это черная жемчужина. Ну, я говорю, я не знаю, как будет у нее называться, пока еще без названия. В размерах, по-моему, предварительно по размерам чуть-чуть побольше даже, чем у меня. Ну, у меня не сказать, что прям сильно огромная, но может быть, примерно такая же черная жемчужина будет по размерам картина. В общем, вот так вот. Если кто-то из, может быть, из моих зрителей кто-то захочет купить эту картину и начать ее вышивать, эту работу, то вы мне маякните, где-то лучше в ВК, свистните там, что, не знаю, где мне за вами понаблюдать, посмотреть, что, как вы будете вышивать, потому что, говорю, мне очень хочется посмотреть, как это будет получаться у Химеры. Почему-то у меня есть такое подозрение, что у Химеры будет получше. Не знаю почему, но почему-то вот так кажется. Так, ну все на этом. Пойду, не знаю, вот что меня сейчас разрывает. Дело в том, что уже пятница. Если я сейчас начну этого павлина, это 1400 крестиков, это дня 2 ми точно. Тем более, сейчас утро, я сейчас пойду работать. Мне надо просто достать и приготовить, что я буду вышивать вечером. В общем, меня прервали на коте-бегемоте. Ну, я, в принципе, все свои мысли договорила, все, что я хотела сказать, я сказала. В общем, думала я, думала. Все-таки я хочу успокоить свою душу, чтобы я не думала уже об этом, не мучилась, и чтобы меня не разрывало уже больше. Начать все-таки, хотя бы начну, сделаю несколько крестиков, хотя бы просто, хотя бы просто начать прикоснуться к этому. В конце концов уже, я никогда в жизни не вышивала Риолис. И, знаете, какой-то отсталый блогер. Уже все все поперевышивали, уже все такие матерые, закаленные, уже все в жизни повидали. А я какая-то, знаете, тут восторженная такая баллонка бегаю, хвостиком виляю, и то, и то хочу попробовать, и все, такая радостная. Ай, короче, вот такая какая. Я себя вот так вот чувствую в этом вышивальном мире во всем. В общем, вот решила все-таки попробовать. Приготовила пальцы, ручку для разметки. Хочу сейчас все отмерить. Все у меня тут уже и линейка я приготовила, чтобы отмерить, от края, отмерить, отсчитать. Отступить края и начать вышивать. Просто хотя бы начну. Просто начать. Просто начать. Начну пока что с роз, с ренуара. Это набор мечты, о котором я очень мечтала, и которым даже в ближайшее время я даже не надеялась его начинать. Ну, в общем, теперь начну. Вот так они у меня чудесным образом появились. Спасибо еще раз Оле. Так, начну. И когда я что-нибудь уже вышью здесь на конве, я вам покажу, как у меня прошло начало. Буду начинать. Собралась начинать уже все. Взяла конву в руки, а она у меня не обметанная. Так что сейчас надо сначала мне ее обметать. Обметаю уже. Ну, я все обметываю вручную. И тогда уже начну. Так что еще раз. Еще один предстарт. Нужно. Нужно обметать конву. Можно было бы и так, но, честно сказать, не люблю. У меня вот Овен я вышиваю, и уже осталось немного. Я каждый раз беру в руки и жалею, что я не обметала конву. Не то, чтобы она сильно сыпется, но как-то на душе неспокойно. А когда я уже обметаю все, я знаю, что у меня все обметано. Я вышиваю спокойно, без всяких... В общем, меня это не тревожит, не беспокоит, когда конва обметана. Вот так. Ну, все. Ой, дергнула за шнур. Все, буду начинать вышивать. Сейчас познакомлюсь со схемой, кстати, хорошо. Я еще даже со схемой не познакомилась. Вернее, так, схему-то я посмотрела, но я не рассматривала ключ. Как и что там, как что в ключе происходит, как что, что мне с этим ключом делать. Так что еще не разобралась. Еще я все откладываю в этот момент, тяну, чтобы потом окунуться в это и прожить, прочувствовать все эти эмоции. Не знаю, я какая-то жадная вот на вышивку, у меня такая жадность на эти эмоции, что мне надо все это прожить, прочувствовать. Я не могу это отдать кому-то и перепоручить вышивку моих крестиков или схему мою, вот эту вот схему, отдать ее саге, отдать ее электронной схеме. Нет, не могу. Я должна это все прожить, прочувствовать. Не знаю, вот у меня какие-то такие ощущения. Я одна такая придурочная или нет, не знаю. Отвела я душу, повышевала вчера с таким удовольствием. А еще как раз так удачно, прямо хорошо, что я его взяла. У нас опять было плановое отключение света, 4 часа света не было, ну, ничего не сделаешь. Работать не могла, поэтому ну, можно было, конечно, пойти там переулок, погребсти уже, там подсохло в переулке вокруг дома, можно было все поубирать, но вчера был очень сильный ветер, поэтому, конечно, ничего не погребешь, не уберешь. Так что вчера у меня был такой день, прямо удачно все совпало, я с удовольствием повышевала. Смотрите, какая плотная зашивка, прямо получается нитками. Вот эти, анкор понравились мне нитки, шерсть понравилась даже вышивать. Знаете, ну, прям мне понравилось вышивать это все. Схема легкая, вышивала по бумажной схеме, там, где цветы, конечно, пойдет посложнее, но тут я, естественно, тут очень легко было вышивать, потому что это фон тут было всего-то вот три цвета, как видите. Так что вот. В общем, отвела вчера я душу, навышивалась от души, прям хорошо. Где-то в районе тысячи крестиков я вышила, если вот так вот 800, ну, и тут где-то 200 примерно. Ну, чуть больше, я думаю, тысячи крестиков было вышито. Хорошо, что я все-таки взялась вышивать эти розы. Прям, говорю, отвела душу, повышивала, навышивалась, прям меня аж отпустило. Стало так хорошо на душе, спокойно и легко, что не висело это надо мной, что я что-то вышиваю другое, а хочу вышивать вот именно это. Так что сейчас я откладываю, сегодня суббота утром, пока что. Еще не знаю, что я буду сегодня делать днем, но начну, а хотя я знаю, что я там буду делать, но это я думаю, после обеда уже буду делать. Так, что, что, я уже приготовила павлина, которую мне все-таки надо вышить, 1400 крестиков, думаю, как раз за два дня, за субботу и воскресенье я вышью. Вот он, вот такой павлин, 318 на 478 крестиков, вот это я писала сама, что-то ручкой подписывала, что я имела ввиду, но это не размер, но это никакой не размер, я не знаю, что это, что это я писала, что я хотела, 159, 239, даже не знаю, что это я писала, что это такое было, что я хотела этим сказать, сама не знаю, что я написала, что-то, чтобы не забыть, и теперь не знаю, что это я хотела не забыть. Вот такой павлин, это Джой Сандэй, китайский, здесь 110 цветов, и большой, примерно там, метр на полметра, ну, где-то чуть меньше, конечно, может быть, сантиметров 80 на 50, где-то вот такой он должен получиться большой, вот, я вышивать, сейчас я буду вышивать, 1400 крестиков, мне на нем надо вышить, так что, ну, приступаю вышивать, вот такой толстый пакет у меня, от него, и то он уже порвался, потому что, а где он, а вот порвался пакет, потому что, ну, толстый он, постоянно его пихаешь, туда-сюда, вот это вот все, канва одна тут огромная, еще и не так куча, ну, все, давайте, сейчас я достану, запялю канву в пяльце, посмотрим, где я, что я начну вышивать, сориентируемся, и начну вышивать уже, а давайте, я сейчас пока не запялено покажу, как это выглядит, вот так, это я вышиваю только второй лист, где он, покажу он, сейчас, где он второй лист, а так, этот третий, вот этот второй лист, и пока что, еще вот это, вот все, это мешанина у меня, вот она, здесь вышивается, так что, буду сейчас себе, не знаю, отсчитаю, где здесь уже, потом сейчас пальцы запялю, прикину, где тут у меня, будет 1400 крестиков, примерно, докуда мне надо вышить, вот так это, вот здесь будет вышиваться, вот этот, второй лист, сейчас это пока выглядит вот так, только один вышит, и второй начала, ну, сейчас вот так, так же самое запялю, вот этот вот участок в пяльце, и буду вышивать, ну, что, встретимся с вами уже теперь, через 1400 крестиков, все-таки решила сделать, еще одно включение, чтобы посмотреть, как это сейчас выглядит, где здесь у меня наберется, 1400 крестиков, я не могу сказать пока что, но это примерно две вот таких полоски, мне нужно заполнить, пройти вот так вот, одну и вторую, ну, возможно, я вот так и заполню, вот эти вот две полоски, и то, что я буду выходить, если сюда будет у меня нитка выходить, то как раз 1400 крестиков наберется, потому что, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот, 7 на 2, 1400, ну, и то, что будет вылезать за края, хотя здесь же тоже залезала, да, ну, тогда да, оно и выровняется, то, что тут завылезала, если сюда будет вылезать, то где-то примерно 1400 у нас и наберется, то есть мне нужно вот до четверки вышить вот этот вот участок, ну, буду, приступаю вышивать, надеюсь, что за сегодня, завтра, вот суббота, воскресенье, что я сделаю это, ну, что, вот я до четверки хотела вышить, до четверки я и вышила, ну, думаю, тут немножко то, что залезло, примерно где-то 1400 крестиков я и вышила, ну, я буду так считать, там не важно, тут вышиваю по бумажной схеме, поэтому, ну, вот так, что 1400 крестиков вышито, как и было запланировано по игре 52 карты, скоро, скоро где-то в видео, там ближе к концу я разыграю еще одну карту на следующую неделю, ну, пока что это вот так, ну, убирать далеко не буду распяливать, потому что вдруг выпадет еще раз, потому что не исключено, как говорится, ну, а пока что пусть отложу, пусть полежит, и давайте посмотрим дальше, что я еще вышивала на этой неделе, что я вам еще не показала, начиная новую неделю, с вышивки нового процесса, дерево жизни, как я его назвала, под кодовым названием дерево жизни, 18 каунт канвы обельхер, вот такого зеленоватого цвета она, и вышиваю крестиком в две нити, 18 каунт, здесь всего лишь два цвета присутствуют, вышиваю по 100 крестиков в день, цвета вот такие, вот за одним как раз вместе с белым, правильно канвать цвет, канвы передается вот такой зеленоватый, и вот такие два цвета, 930 и 3864, двумя цветами вышиваю, что буду продолжать вышивать, и встретимся через 700 крестиков, это было чисто начало, я начала, обозначила начало, и теперь по 100 крестиков в неделю, ой, в день, за неделю нужно насобирать 700 крестиков, так что приступаю вышивать, так, и давайте покажу, что я вышила, добавила я вот здесь рамочку, сюда и сюда прошла, и начала вышивать вот бежевым цветом, вот так у меня пошло, вот так это сейчас выглядит, ну, что рассказать, пока что нечего, вышивается как примитив, вышивается как, примерно как лонгдог, и это по такому же принципу вышивается, и этот модерн фолк эмбродери, одинаково, легко и просто, мотивы такие, повторяющиеся, и, ну, в общем, вышивается легко, больше мне, больше сказать нечего, просто мы посмотрели с вами, пока что пошел орнамент здесь в рамке, и больше пока здесь интересного, ничего такого не происходит, на следующей неделе, теперь я буду вышивать, пандемию от лонгдога, а с деревом жизни, мы встретимся уже через неделю, получается, не на следующей неделе, а через неделю, а на следующей неделе буду вышивать пандемию, как я уже сказала, так что, ну вот, вот так вот получается у меня, давайте уберу, чтобы было видно, вот так получше, не мешало лишний шум, визуальный, вот так это сейчас выглядит, на сегодняшний день, ну все, встречаемся с деревом жизни, уже через неделю, воскресенье вечер, уже 9 апреля, осталось немножко времени, решила я повышевать, конечно, свою стеклянную фантазию, она уже движется к завершению, скорее уже надо ее закончить, и будет еще один финиш, это набор от Овин, канва 16 каунта, как была в наборе, на ней же и вышиваю, и нитки ПНК, как оказалось, они здесь достаточно хорошего качества, так что, буду вышивать, уже скорее бы надо, конечно, разделаться с этим набором, и вот, вот что у меня добавилось за вечер, немножко я здесь добавилась листиков, цветочков, вот так вот, чуть-чуть, чуть-чуть совсем, я не знаю сколько, ну может быть так, на глаз, как мне кажется, может быть крестиков 300, там, наверное, нет даже и 300, наверное, я не вышила, хотя, ну примерно тут 100, и тут примерно 100, ну может быть, что-то в районе, не больше 300 крестиков, я вышила, здесь вот самое сложное сейчас, участок вот будет, именно вот этот, можно сказать, где будет много-много вот таких вот цветочков, это будет самый сложный, здесь участок, вот этот мелкого разброса, дальше уже пойдет все, здесь уже будет, опять большая зашивка, полукрестиком, крестиком, там в одну нитку, всяко разно, и здесь так же само уже будет зашиваться, уже вот эта ваза пойдет, продолжение вот этой вазы, она тоже вышивается большими цветовыми участками, так что самое сложное бы вышить вот здесь, а остальное уже пойдет совсем легко, там уже будет совсем быстро вышиваться так что надо бы как-то апрель не только месяцев стартов сделать но и хотя бы сделать старт месяцем финиша хотя бы этого процесса на помаленьку уже какие-то наборы надо бы и заканчивать про заканчивать многоцветки этом речи не веду кроме кота бегемота который запланирован на этот год у меня все остальное остальные многоцветки пока что на финиш там у меня и планируется уж в этом году то точно так что хотя бы наборы заканчивать помаленьку помаленьку ну вот так вот на вышивала я на этой неделе и ну надеюсь что на следующей неделе у меня опять будет время и я еще что-нибудь здесь добавлю хотя бы вот эти вот цветочки зашить а там говорю уже пойдет все намного легче ну все по овну у нас уже все вот такая у меня была вот такой у меня был процесс алмазная мозаика в общем это такой холст на подрамнике вот такой он был сразу я его вышила ой вышила выложила и сразу готовая картина не надо не оформлять ничего сразу уже можно вешать на стену ну что я собственно и сделала сейчас сняла показать вам как это выглядит это я получила такой набор от компании кубрикс там берешь на сайт этой компании загружаешь фотографию и тебе приходит схема сразу же обрабатывается приходит схема как выложить из этой мозаики такую твою фотографию это вот реальная фотография нашей собаки нашего джека и вот такой вот выложила такую мозаику так получилось ну-ка сейчас давайте я ушла подальше от окна давайте сейчас я перейду к окну поближе и посмотрим блестит ли она передаст ли камера блеск этот как она блестит и сверкает на солнышке но не особо камера передает да этот блеск в принципе видно что она там вроде как блестит да если двигать ну конечно когда в живую смотришь своими глазами это конечно блестит и сверкает красота но с другой стороны и блестит так что даже непонятно что там изображено когда под вечерним освещением как-то поинтереснее смотреть он когда верхний свет горит поинтереснее смотреть как она блестит в общем вот такая вот у меня получилось вот такой у меня получился неожиданный финиш еще выложила из алмазной мозаики джека этому был был мой первый опыт первый раз жизни я выкладывала мозаику вот так интересно побаловаться прикольно ну и теперь настало время разыграть 52 карты давайте посмотрим с вами все тут все вытащила это последняя была разыгранная карта 1400 крестиков на павлине так сыгранные убираем пусть тут лежат и давайте еще раз все помешаем хотелось бы мне что чтобы выпало то хоть что пусть выпадет но лишь бы небольшая норма не так как в прошлый раз 1400 крестиков это очень много хотелось бы что-нибудь другое чтобы еще повышевать что-нибудь по разнообразнее поинтереснее что-нибудь другое ну чтобы побольше было разных процессов у меня в процессе так ну все давайте выберем какую-нибудь карту какую-нибудь что у нас выпадает ну нет почему опять так много 5400 крестиков буби что у нас буби вспомнить бы так червы это у нас это у нас павлин а буби это дельфины в океане ну кстати неплохо дельфины в океане пол крестиком вышиваются так дельфины же до дельфины пики это черная жемчужина и крести это сумерки в горах да все правильно все верно это у нас будет 1400 крестиков опять на дельфинах в океане ну ладно там хотя бы вышивается полу крестиком и будет быстрее вышиваться 1400 полу крестиков вышли вышлется быстрее там тем более легкие участки идут так что будем будем вышивать опять 1400 крестиков хотела поменьше что-нибудь какую-нибудь норму но получилось опять большая так что вот так вот такой была моя неделя нежданно негаданно получился у меня еще один старт продолжала вышивать теперь на следующей неделе у нас будет опять я думаю мы встретимся с вами с котом бегемотом но с ним точно надеюсь что мы встретимся с стеклянной фантазии вместо дерева жизни у меня будет пандемия вместо павлина у меня будет с дельфины в океане и надеюсь что я еще повышеваю хоть сколько нибудь крестиков на розах ренуара также я планирую старт на следующую неделю своего царя так что большой объем работы назначен у меня на следующую неделю ну значит не время долго тут сидеть и рассуждать нужно идти и вышивать ну а на этом всем спасибо всем пока увидимся